Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня с нашим гостем будем говорить о проведении централизованного тестирования. Присоединяйтесь! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В марте 1999 года был назначен ответственным за проведение централизованного тестирования. Принимал участие в становлении системы ЦТ в Беларуси. В подготовке документации по открытию региональных центров тестирования. В 2002 году возглавил центр, созданный в ГГТУ имени Сухого. Занимается научной деятельностью. Завершил обучение в качестве соискателя степени кандидата наук по специальности общая педагогика, история педагогики и образования. Подготовил более 20 научно-методических публикаций. На вопросы, которые касаются проведения централизованного тестирования, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 77 68 45. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Владимир Иванович. Добрый вечер. Еще не закончился учебный год, а вступительная кампания уже, можно сказать, потихоньку набирает обороты. На следующей неделе начинаются регистрации на тестирование. Но прежде чем мы начнем об этом разговор, скажите, пожалуйста, Владимир Иванович, чем Вы лично руководствовались, когда принимали для себя еще в юности решения о будущей профессии? Как это сегодня делают тысячи будущих Ваших абитуриентов? Наверное, в то время, вспоминаю его, я руководствовался каким-то уже небольшим жизненным опытом, прислушивался к мнению педагогов. В принципе, я учился неплохо, даже, скажем так, хорошо в школе. И мне советовали одни специальности, связанные, предположим, с той же самой педагогикой. Ну вот, нравилась мне техника, занимался я в каких-то кружках, в принципе. И это вот послужило тем, что я все-таки решил, что инженер-механик – это достаточно такая распространенная профессия, может быть, даже интересная, в принципе. Хотя сегодня я уже, вот, глядя назад, могу сказать, что если вот те советы стать учителем были более убедительные, наверное, я бы уже тогда выбрал ту профессию, которая в конечном счете мне больше всего и нравилась. То есть, в принципе, преподавать. Я пришел к преподавателю после окончания института, в принципе, отработав какое-то время на производстве, все равно пришел. И преподавательская работа мне, конечно, нравилась. И, может быть, я раньше бы к ней пришел. Поэтому здесь, наверное, я говорю, что нужен какой-то определенный личный опыт и, в общем-то, наверное, и помощь со стороны. Ну, в 17 лет еще жизненный опыт очень невелик. Помощь со стороны бывает такой противоречивой, двоякой. Иногда учителя за одно родители за другое, сам человек хочет третьего. Как вы думаете, есть ли какой-то возрастной ценз, который определяет, вот, когда стоит идти учиться, и можно менять профессию, и можно выбрать себе заново, если что-то не сложилось? Сейчас такое достаточно распространенное явление, а кто-то думает, что в 40 лет уже поздно. И вы знаете, я вот сейчас убежден, потому что занимаюсь вопросами профориентации профессионально, длительный срок, что вот эта схема, когда ты подбираешь профессию по своим способностям, она, к сожалению, не всегда срабатывает. А не срабатывает она по той простой причине, что сегодня жизнь такая динамичная, что нужно быть готовым к тому, что, предположим, ты учился в одном направлении, а буквально там через какое-то количество лет тебе это направление нужно кардинально менять. То есть, если мы учились раньше, как это говорилось или говорится, на всю жизнь, то теперь мы должны учиться всю жизнь. Поэтому, в принципе, нужно быть, конечно, готовым к смене профессии и смене профессии кардинальной. И поэтому, наверное, сегодня очень важно для молодых людей как можно раньше пытаться найти свое «я», пытаться самореализовываться. Ну, конечно, возникает, конечно, вопрос. Ну, как, вот, предположим, школьник, там, пятиклассник, четырехклассник будет самореализовываться в будущем профессиональном своем становлении? Оказывается, конечно, однозначно можно. Вот, когда ребенок, в общем-то, в ребенке воспитываются какие-то внутренние, именно внутренние ценности, и вот опираясь на эти внутренние ценности, он пытается себя найти, выполняя то или иное дело. Мы сегодня говорим, что, наверное, как можно раньше наши дети должны себя начинать пробовать в самых различных делах. Понимаете, и вот здесь вот эта система, я считаю, дополнительного образования детей и молодежи, а попросту говоря, наши кружки спортивные, танцевальные, личные секции, это то место, где эти дети могут начать себя искать, если так можно сказать, пытаться себя самореализовывать. И, вы знаете, статистика показывает, что вот процентов 70, если не больше, детей, которые удовлетворены хотя бы в первой профессии, они вышли из, в общем-то, вот из наших кружков. Ну, о чем тут говорить? Наши лучшие спортсмены, они где занимались, профессиональные спортсмены, они занимались в секциях. Наши лучшие танцоры, певцы, они все прошли через систему доп. образования. Понимаете, то есть вот воспитание своего, то есть вот этот пояс своего могу, в принципе, он может начинаться, скажем так, ну, в любом уже таком сознательном возрасте для наших детей. И, понимаете, вот не надо, нам все время кажется, тут я заявился, что я в первом классе, я хочу быть космонавтом, это вот та моя цель жизни, да. Это, наверное, сегодня не суть важна, какая это будет профессия. А вот как ты эти вот пути будешь искать более важнее. Вот, наверное, это самое основное. Вот это вот воспитать могу ребенка и поддерживать могу. Вот здесь я попробовал, вот это я могу. Вот это я могу, но мне это неинтересно. А вот это я могу, это мне интересно, я это буду делать. Поэтому родители не щадите детей, отдавайте их в кружки и секции. Пусть они будут заняты. Ну, централизованное тестирование непосредственно. Такая, мне кажется, уже хорошо отработанная технология, которая свою задачу выполняет. Она аранжирует абитуриентов для их последующего зачисления в учебные заведения. Скажите, пожалуйста, а с чем вот спустя уже такую богатую практику, уже многолетнюю, связаны жалобы, которые поступают от абитуриентов и их родителей? Ну, жалобы. Жалоб, конечно, поступают не так уже много, в принципе. Потому что технология хорошо отработана. В общем-то, каких-то конкретных замечаний таких вот по самой технологии, наверное, нету. Хотя однозначно ее можно совершенствовать. Основные жалобы, с которыми приходят родители, это, конечно, оценка. То есть тот результат, который получил их ребенок. То есть они ожидали выше, получилось ниже. А почему ниже? А мы хотим посмотреть. А бывают ли на самом деле ошибки? Насколько эта система объективна? Ну, вот я уже этим занимаюсь 16 лет. То есть сама система проверки от, скажем так, от сканирования бланков до выдачи результатов, она не такая быстрая. То есть и, как мы обычно видим в прессе, что вот машина проверяет. Ну, машина что-то делает, естественно. То есть мы на вычислительной технике сканируем, и мы, конечно, в общем-то, программно проверяем уже отсканированный результат. До сканированного результата еще есть определенные процедуры проверки, верификации вот этих бланков. Их три. Чтобы то, что было отсканировано, соответствовало тому, что будет проверяться. Ну, на моей практике таких ошибок я не знаю. То есть очень много людей прошло, которые ездили в Республиканский институт контроля знаний, подавали заявления, но чтобы вот вернулись и сказали, вот мы улучшили результат. Честно говоря, у меня такого не было. Хотя, конечно, нельзя же ручаться за то, что ты сам в конечном счете не делаешь. В принципе, наверное, везде могут быть ошибки, но они не, скажем так, не критичны, и их практически не бывает. Спасибо. А чему вы отдаете предпочтение? Тестированию или традиционному экзамену? Мы узнали мнение гомельчан. Мне кажется, что централизованное тестирование, оно ставит всех абитуриентов в равные условия. То есть нет никакого кумовства, нет надежды на маму и папу, что кто-то придет, поддержит на экзаменах. Все идут одинаково, и в первую очередь это экзамен не только на знания, но и на эмоциональную устойчивость. Потому что если ты настолько стрессово воспринимаешь экзамен, то и в дальнейшей работе тебе будет очень сложно. Заучивают программу и просто отвечают на тесты. Можно попасть пальцем в небо, когда сдают тесты. То есть студенты приходят на централизованное тестирование, и получается, что отвечают, допустим, на все вопросы, вариант А или вариант Б и вариант С. И проходят. Проходят и обучаются потом в университетах. Я готовился, и я считаю, что я бы лучше сдал бы экзамен. И гораздо больше бы, гораздо, точнее, меньше человек поступило бы. Потому что много очень людей поступают из-за того, что просто попали к крестикам. Я считаю, что лучше просто экзамен. Экзамен все-таки эмоциональнее, тяжелее дается. И плюс знания там проверяются более полно. Хотя и централизованное тестирование там тоже в полном мере вся школьная программа охватывается. Но мне кажется, что это проще, так как проще подготовиться к тесту, чем полностью к экзамену. Ты хотя бы примерно знаешь, что тебя там ждет. Я такой человек, который очень невнимательный. Я во время ЦТ сделала очень много ошибок таких, которые, я думаю, если бы люди посмотрели в комиссии приемочной, то могли и засчитать за ответ. ЦТ было бы лучше. Если бы я сдавал экзамен, то мне кажется, я бы, допустим, не сдал. Не поступил бы, если бы сдавал экзамен. То есть потому что там больше требуют, да? Мало того, что требования, так еще это намного комплекснее и обширнее получается. То есть знание необходимо, допустим, не по одной какой-то узкой теме и разделу. Это как бы получается намного шире. Мы идем в век компьютерных технологий. То есть проверяют работу уже сами компьютеры. А люди также сами могут ошибаться, которые проверяют. Все-таки тест отличается от какого-то такого экзамена. Можно даже в некоторых моментах где-то угадать какие-то ответы, ну там попасть, получиться. Я считаю, что если бы был экзамен, а не ЦТ, я бы, наверное, не поступил бы. Я считаю, что лучше сдавать именно ЦТ, а не экзамен. Потому что когда сдаешь экзамен, ты есть доля волнения такого, тебя накрывает волнение, и ты можешь не в полную силу ответить, показать свои знания. А когда ты сидишь спокойно и никто тебе не будет мешать, ты спокойно будешь без волнения. Я когда сдавал, я не волновался. Вы смотрите «Диалог». Сегодня мы готовы ответить на вопросы будущих абитуриентов и их родителей. И у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Елена. Вы знаете, я хочу согласиться, во-первых, с теми из ваших респондентов, которые говорили, что централизованное тестирование не отражает в полной мере знаний абитуриентов. Все-таки экзамен, будь то письменный, будь то устный, он все-таки отражает знания, мне кажется, гораздо более правильно. Ну, а вопрос у меня такой. До сих пор нет регистрации на централизованное тестирование через интернет. С чем это связано? И планируется в ближайшие годы ввести такую регистрацию? Спасибо. Большое спасибо, Елена, за ваш звонок, вопрос и ваше мнение. Присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Владимир Иванович. Ну, я думаю, что мы не введем пока регистрацию на централизованное тестирование через интернет. Почему? Нужно понимать, что централизованное тестирование – это форма вступительных испытаний в высшее учебное заведение. Естественно, когда абитуриент приходит сдавать документы, от него требуется личное присутствие при сдаче документов. Точно так же здесь, в принципе, фактически он приходит, если не сдавать документы, то регистрируется уже на вступительные испытания. Поэтому нужно однозначно личное присутствие. Очень важно, понимаете, сегодня увидеть документ этого абитуриента. Почему? Потому что форма документа, которая допустима для участия в централизованном тестировании, достаточно четко оговорена. Это первое. Второе – документ не должен быть просрочен на момент регистрации. То есть вот эти вот такие нюансы, они, конечно, делают невозможным регистрацию через интернет. То есть абитуриент должен явиться сам. Мы, конечно, допустимы, когда абитуриент дает доверенность своим родственникам или просто знакомым, то в этом случае, конечно, наверное, мы регистрируем на централизованное тестирование. Но вместе с тем, опять же, абитуриент должен прийти потом сам на централизованное тестирование. Если, конечно, в будущем вот эти процедурные моменты будут устранены, может, и будет регистрация через интернет. То есть через интернет мы сегодня не видим, скажем так, абитуриента, в общем-то. Какой срок отведен для регистрации на СВТ? Обычный месяц. У нас 2 мая начинается регистрация, а 1 июня заканчивается. То есть из-за этого времени предостаточно. Мы работаем плюс еще, скажем так, 3 субботы, 13-27 мая, и плюс еще 6 мая из-за того, что перенос рабочего дня с 8 мая предпраздничного. Поэтому, в принципе, времени предостаточно, чтобы прийти в период с 9 до 19.00 и лично зарегистрироваться. Спасибо большое, Владимир Иванович. Я бы хотела услышать и ваше мнение. Как вы считаете, должна ли быть альтернатива ООЦТ? Во-первых, я хочу сказать, что сегодня альтернатива ООЦТ в системе вступительных испытаний, она четко присутствует. Во-первых, нужно, наверное, чуть-чуть раньше вспомнить или вспомнить о тех наших школьниках, которые участвуют в олимпиадном движении. И победители олимпиадного движения, во-первых, это победители республиканского исключительного этапа, во-вторых, это победители областного этапа. То есть они, в принципе, некоторые поступают в высшеучебные заведения без экзамена. То есть если говорить о той нашей талантливой молодежи, которая, в общем-то, иногда, в общем-то, сосредоточившись на одном предмете, может быть, где-то не совсем имеет время достаточно для изучения глубоко других предметов. То есть они поступают у нас без экзаменов. Это первый вопрос. Второй вопрос. У нас, в общем-то, на некоторые специальности есть еще и письменные экзамены. То есть это, предположим, та же самая журналистика, это та же самая архитектура, где есть рисунок. Это, предположим, та же русская и белорусская литература. Там у нас есть тоже сочинение и изложение. Поэтому форма экзамена, она в достаточном мире присутствует на централизованном тестировании. Понимаете, я думаю, что, в принципе, наверное, эту тему можно, конечно, обсуждать в вопрос устного экзамена. Но вот за все эти годы, конечно, вот такой вопрос, он каждый год становится. Когда-то он более остро обсуждается, когда-то более мирно, скажем так, он обсуждается, вопрос централизованного тестирования. Но однозначно я считаю, что если бы наше, в общем-то, население, те люди, которые поступают в высшие и средние специальные учебные заведения, в конечном счете напрочь отрицали централизованное, и оно не выполняло те цели и задачи, которые перед ним стояли, а именно это равенство при поступлении, создание равных условий для всех абитуриентов, я думаю, что давно уже тестирования не существовало как форма вступительных испытаний. А совершенствовать централизованное тестирование можно однозначно. Мы сегодня, к сожалению, не пришли к такой форме, как, свободной форме, как, предположим, как у россиян, части С, где ты пишешь свободные ответы. Мы не перешли к аудированию, то, что присутствует сегодня на иностранных языках, в той же самой России и, предположим, в других странах, которые такую форму используют на вступительных испытаниях. В общем-то, я думаю, что сегодня министерство, предположим, вводит какие-то льготы при поступлении, на педагогические специальности, на остродефицитные специальности. То есть, подвижки определенные есть. Но я считаю, что, конечно, централизованное тестирование показывает даже опыт России. Они очень тяжело шли к своему единому госэкзамену, когда он в самом деле начал давать тот эффект, который от него ждали. Но, тем не менее, это уже второй год, у них достаточно позитивный опыт прослеживается. Поэтому, скажем так, абитуриент пока что, по большому счету, голосует за централизованное тестирование. Ну, можно сказать, что система-то, в общем-то, достаточно гибкая. И в этом году произошли определенные изменения. Можно сдавать уже не три, а четыре теста. Сертификат действителен два года. О чем еще? Ну, единственное, что я, может быть, добавлю очень коротко, что иногда мне говорят, что, вы знаете, вот централизованное тестирование – это, знаете, очень психологически тяжелые испытания для детей. Значит, очень много вопросов. Вы знаете, любое вступительное испытание – это тяжелые психологические испытания, однозначно. Наверное, это и так и должно быть. Да, конечно. Понимаете, и случайность, она присутствует везде. И единоразовая, конечно, очень сложно оценить глубину знаний этого абитуриента. Понимаете, это, наверное, приемная комиссия должна заседать целые сутки, чтобы пропустить там одну-две группы, однозначно. Что касается изменений, которые произошли, это четвертый экзамен, и не только профильный, может быть, выбранный экзамен, это, может быть, выбранный второй государственный язык. То есть, если ты сдаешь русский язык, ты можешь попробовать сдавать белорусский язык. Может быть, ты так, в общем-то, не сильно уверенный в русском и в белорусском, и считаешь, что я вот здесь и там попробую, лучший результат выберу. Если говорить о профиле, ну, наверное, можно, как мы уже говорили, кардинально выбрать другую профессию. Предположим, взять техническую профессию, выбрать набор предметов физикой с математикой, и добавить туда иностранный язык, и у тебя уже появляется шанс поступить на какую-то экономическую специальность. А неудовлетворительные отметки в связи с чем введены? Ну, это же отбор. Понимаете, фактически, вот этот, то есть, сегодня, конечно, ситуация, почему эти вопросы возникают, конечно, ситуация достаточно интересная. У нас много абитуриентов, то есть, немного абитуриентов и много предложений от вузов, да. И, в принципе, вот этот балл, он не может подниматься, потому что, скажем так, вот этот заказ не будет выполнен, не будет набора. Если очень жестко сегодня подойти к отбору абитуриентов, и он остается все равно, я считаю, что не совсем высоким, не совсем высоким. И понятно, что, конечно, когда говорят об угадывании, там есть определенные формулы, это все можно посчитать. Не сильно, конечно, велики шансы у таких абитуриентов, но, тем не менее, определенный шанс, конечно, есть. Ну, больше 19 баллов не нагадаешь, да, примерно? Ну, да, больше 19 баллов нагадать достаточно сложно. Статистика, понимаете, вещь такая, достаточно упорная, да. Можно, конечно, вот так вот заявлять, в принципе, и говорить, что, а, вот тот нагадал, этот нагадал. Ну, я каждый год наблюдаю результаты, конечно, я вижу, что где те 100-бальники, где тот пик, там, 50-ти бальников. Пик приходится, к сожалению, вот на те 19-20 баллов. Хотя и это не факт, что это зависит от подготовки. Это зависит, конечно, от сложности тестов, которые предлагаются. Ну, вот этот вопрос сейчас, конечно, очень бурно обсуждается, это работает комиссия, в общем-то, министерская вопрос вот этого пика баллов. Самый ответственный период вступительной кампании уже не за горами и о том, как готовиться к нему. И ученики, и их учителя у нас подготовлен сюжет, давайте посмотрим. Это только для непосвященных в 51-й Гомельской гимназии все по-прежнему. На самом деле, за привычной школьной суетой невидимая для других ежедневная тренировка старшеклассников. Уже 12 июня начинается централизованное тестирование. Необходимо подготовиться к нему самым тщательным образом. Для учителя-методиста гимназии номер 51 Ольги Кисловой подготовка выпускников к ЦТ сегодня тоже среди приоритетных задач. В прошлом году один из ее учащихся набрал 93 балла. Это высокий результат, но пока больше исключения, чем правило. Не то, чтобы учащиеся не знали предмета, однако одного старания часто оказывается недостаточно. Когда на выбор предлагается несколько вариантов ответов, сконцентрироваться и выбрать правильно в экстремальной ситуации, к которой можно отнести централизованное тестирование, могут далеко не все. Где-то включается психологический фактор, когда сложнее всего оставить один из пяти ответов правильный или, например, четыре. Дети начинают перестраховываться, сомневаться и, соответственно, делают ошибки. Опять-таки, достаточно большой лингвистический материал нужно знать ребенку. Проблема заключается еще и в том, что на сегодняшний день не существует орфографического минимума. То есть того количества словарных слов, которые у детей мы имеем право спросить. И, соответственно, дети приходят на ЦТ, не подготовленные к целому ряду слов. Учитель не может их подготовить за счет того, что они нигде не обозначены. Выучить весь словарь трудности русского языка просто невозможно. В Белорусском государственном университете транспорта сегодня обучаются более трех тысяч студентов, в свое время успешно прошедших централизованное тестирование. Сегодня они сдают экзамены преподавателям. Однако многие до сих пор уверены, непосредственно при поступлении лучше иметь дело с компьютером. Он хоть и бездушная машина, но объективная, что в стрессовой ситуации имеет далеко не последнее значение. Я считаю, что лучше сдавать ЦТ, потому как это, наверное, один из самых важных экзаменов в жизни каждого будущего профессионала. И на самом деле это очень большой стресс. И даже если ты готовился и все знаешь, многое можно забыть, глядя в лицо преподавателя. Кстати, единого мнения о сложности тестов на ЦТ у учащихся студентов и учителей нет. Кто-то считает, что без дополнительного репетиторства и изучения программы первого курса университета никак не обойтись. Кто-то, наоборот, говорит об отсутствии проблем. В прошлом году разработчики попробовали задания по математике сделать менее сложными. И опять из этого ничего хорошего не получилось. В этом году абитуриенты смогут сдавать на ЦТ уже не три, а четыре экзамена. Считается, что это позволит им быть более свободными в выборе будущей специальности. Противники этого нововведения говорят о том, что теперь у выпускников будет больше возможностей для подачи документов на ту специальность, где элементарно меньше конкурс. Какая уж тут заинтересованность в будущей профессии. Впрочем, иная точка зрения тоже имеет право на жизнь. Я считаю, что это хороший ход, ведь таким образом можно попробовать подавать документы в несколько разных специальностей, уже не настолько зажат в рамках студент по поводу своей будущей профессии. Есть какой-то запасной ход. В основном я общался со своими друзьями, которые младше меня и будут сейчас поступать. Они выбирают какой-то дополнительный четвертый предмет в качестве запаски. И для них это намного меньше стресса, намного больше уверенности в том, что они поступят. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях начальник регионального центра тестирования и профессиональной ориентации учащейся молодежи Владимир Глазунов. Владимир Иванович, есть ли какие-то секреты у успешно сдающих ЦТ ребят? Вот у стубальников. Как они готовились? Нужен репетитор? Вы знаете, я бы здесь сказал так, может быть, несколько грубовато, но очень точно. Надо пахать. Понимаете, надо пахать. И не просто в 11 классе. Надо учиться в школе и учиться, что называется, очень старательно. И практически, ну, если не с первого класса, то, наверное, в основной школе так это точно. А уровня, вот, объема школьной программы достаточно для 100 баллов или никак? Ну, наверное, скажем так, для того, чтобы углубленно вот эти 100 баллов, конечно, нужно все-таки углубленно изучать предметы. Изучать предметы на дополнительных занятиях, а факультативы сегодня есть во всех школах. То есть форма дополнительных занятий – это курсы при высших учебных заведениях. Ну, и очень распространенная востребована сегодня форма – это работа с репетитором, да, в принципе. Не все могут позволить себе. Да, ну, не все могут позволить себе репетитора, но как-то вот очень многие все-таки считают, что это достаточно такая вот как палочка-выручалочка. А я бы сказал, что если человек не построил фундамент, не заложил базу, то никакой репетитор ему не поможет, понимаете. Это будет, в принципе, как показывает опыт, выброшенные деньги. Сегодня репетиторы, которые пограмотнее, скажем, и уже поопытнее, они еще свое тестирование проводят, прежде чем этих детей набирать. И родители говорят, что вот я могу на 15 баллов, предположим, до 15 подготовить, а могу там до 60 баллов этого ребенка подготовить. Он может, в общем-то, ну, нам всем очевидно, что он просто-напросто, скажем так, те пробелы, которые у него образовали в школе, ну, в силу разных причин. Он просто их заполнит в знаниях. И не более того. А вообще, конечно, я говорю, что без системной работы нет никакого успеха. И вот мы, анализируя вот этих всех детей, они все говорят, что мы работаем. И очень напряженные в течение длительного времени. Я здесь могу привести хороший пример, как готовиться, кто больше всех готовится, в общем-то, вот, сказать, чтобы реализовать свою мечту о будущей профессии. Это те, кто поступает и сдает химию с биологией, кто поступает на медик. У нас девочки, которые, в общем-то, мечтая стать врачами, они в 7-8 классе начинают очень интенсивно готовиться. В принципе. Ну, так жить, понимаете, сегодня это требование жизни, по большому счету. То, что ведь даже вопрос, наверное, не в том, что поступить, не поступить. Они поступают. Но вопрос в том, чтобы учиться, успешно учиться. Потому что, конечно, подушка вот этой безопасности в виде среднего образования для высшего должна быть достаточно серьезной. Да, на самом деле так. Скажите, пожалуйста, ну, непосредственно об организации ЦТ. Давайте уже поговорим, как в этом году и где оно будет проходить. У нас осталось 6 пунктов тестирования. Это, получается, 4 вуза высших учебных заведений города Гомеля. ГГУ имени Франциско-Скарейна, ГГТУ имени Сухого, Белгут, Белорусский университет потребкооперации. В общем-то, и 2 учреждения региональные. Это Светлогурский индустриальный колледж и Мозорский государственный университет. То есть, все осталось как прежнее. Предметы распределены так же, как и в прошлом году. В принципе, абитуриенты должны знать, что не все. То есть, если на репетиционном тестировании вот в этих всех учреждениях образования все предметы можно пройти, то уже на ЦТ. Конечно, исходя из, в общем-то, оптимизации процесса, уменьшения затрат, не все предметы есть в каждом вузе. Абитуриент должен смотреть. Ну, они, в принципе, уже знают, те, кто проходит репетиционное тестирование, а у нас наши школьники в области проходят очень активно. Они знают, где какие предметы, в принципе, есть. На какие предметы больше всего записывается обычно абитуриентов? Ну, традиционно русский с белорусским. Дальше у нас, конечно, математика идет. А дальше у нас, конечно, идут три предмета. Это физика, биология и иностранный язык. Это вот самые востребованные предметы. Ну, и понисходящие там все остальные. А самые невостребованные? Ну, как, самые невостребованные, наверное, тот, где предложений от вузов меньше. Это география у нас, наверное, всемирная история чуть больше. Ну, по истории Белоруссии, конечно, еще больше желающих. Ну, и иностранные языки, может быть, но это исходя из того, что у нас школы, может быть, меньше. У нас китайский язык в прошлом году сдавало в области два человека. Успешно сдали? Ну, они сдали успешно, по всей видимости. Мы, конечно, результатов-то не знаем. Но они его сдавали, скажем так, как дополнительный для жизни язык. Они обучались дополнительно. Это не обучение в школе, это обучение на факультативах китайского языка. Они решили попробовать. В этом году уже, наверное, у нас были абитуриенты, которые сдавали репетиционные тестирования в китайском языке. Ну, будем смотреть. Должны прийти. Скажите, пожалуйста, на какие специальности сегодня самые высокие проходные баллы, самые жесткие конкурсы по вузам? Ну, вы знаете, у нас же как речь здесь идет о престиже специальности, да? Когда мы выбираем, наверное, свою будущую профессию, очень часто сегодня выбирают престижную специальность. И сегодня престижные специальности, это, конечно, связаны с программированием. Они потеснили, очень потеснили экономические специальности. Но, вместе с тем, юридические специальности остались в лидерах однозлачно. Сюда, наверное, можно добавить психологические специальности. В принципе, ну, дальше уже, наверное, всего понемногу. Хотя, вот, я смотрел исторические специальности некоторые. Там небольшие совершенно в нашем университете имени Франциска скорее на наборы. Но, тем не менее, вы знаете, там тоже есть приличный конкурс. Хотя, вот, музейный работник, историк, вот, как основная специальность, он не так много получает. Но я говорю, что у нас сегодня... Ну, учится интересно. Сегодня у нас бум компьютерных специальностей, специальностей, связанных с программированием. Везде, где у нас звучит в названии специальность программирования, везде у нас будет конкурс и достаточно приличный. Какие баллы? Вот, о каких проходных баллах здесь говорить? Ну, вы знаете, я, наверное, сейчас так вот... Приблизительно. Я не вскидку не скажу, но это все баллы, которые, получается, за 200. Баллы проходные, если мы возьмем три предмета плюс добавим аттестаты, они все за 200, эти баллы. А где-то еще они подбираются и к 300. Как нужно сдать СТ, чтобы пройти примерно на сколько? Ну, сдавать СТ нужно уже не ниже, где-то 70 баллов. Понимаете? Тогда можно рассчитывать. Да, за 200, до 300. Это, наверное, 250-300 и выше. Вот так вот, в принципе. Сегодня я говорю, что эти специальности очень востребованы, в принципе, исходя из того, что складывается такое мнение, что программисты... Ну, наверное, это и объективная, и определенная реальность, что программисты получают сегодня самые высокие зарплаты у нас в республике. Хотя реально, наверное... Смотря, где они работают. Да, и какие они специалисты. И какие они специалисты, конечно, потому что там идет уже свое ранжирование. Уже на месте. Да, и достаточно такое широкое. Да. Скажите, пожалуйста, новые специальности в этом году какие-то появляются у нас? Я, наверное, сегодня не готов так вот ответить на вопрос, но, насколько мне известно, вот, по всей видимости, в специализации, может, в рамках специальности появляется. Ну, по-моему, социальная работа появилась в университете имени Франциска Скарына на факультете психологии и педагогики. Понимаете, сегодня, в принципе, такая общая тенденция министерства все-таки немножко сокращать прием. И он сокращается однозначно. И, в общем-то, для того, чтобы открыть сегодня новую специальность, нужны достаточно серьезные основания, насколько эти специалисты будут востребованы вот в нашем регионе. Сокращается прием и сокращается прием на бюджет. Сокращается прием на бюджет, сокращается прием на заочную форму обучения, особенно полную форму обучения. Почему? Потому что, знаете, у нас как-то был такой период жизни наших учреждений высшего образования, когда на вот эту заочную форму обучения приходили школьники, которые к этой специальности и не имели отношения, и не собирались иметь в будущем. А, ну, предназначение заочной формы обучения, это когда человек работает по специальности, он повышает фактически свою квалификацию. Это, я думаю, что это здраво, это правильно. Владимир Владимирович, а если судить по тому уровню, который показывают абитуриенты, по их результатам, то остается ли он неизменным, или все-таки речь можно вести о повышении, либо понижении? Я думаю, что, понимаете, если бы это был, вот, так сказать, однофакторный анализ этих всех результатов, то мы, может быть, могли бы сравнивать этот год с прошлым годом. Но, вы же понимаете, что тесты у нас меняются, сложность материалов меняется, сама вот эта предметная область, она тоже изменяется. То есть на вступительных испытаниях нет необходимости, грубо говоря, проверять все, что он знает вообще по этому предмету. Такая задача не ставится. И задача стоит отобрать, отобрать этого лучшего абитуриента. И да, вот здесь эта определенная случайность присутствует, конечно, без вопросов. Поэтому, в принципе, говорить, что абитуриенты этого года или прошлого, самое, я бы вот даже не стал. Ну что ж, остается только пожелать всем ни пуха, ни пера. Готовьтесь, дорогие. Спасибо вам за сегодняшний диалог. Сегодня у нас в гостях был начальник регионального центра тестирования и профессиональной ориентации учащейся молодежи Владимир Глазунов. Спасибо за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин